Делегацию Ародбургской области у Гомеля примали в Палаце Румянцевых Паскевичев, в зале урочистых приемов. Только по этому факту можно мерковать об этом значении, которое тут надеюсь визит у россиян. У версии минулого года помеж регионами было подписано погоднение об усебаковом супрационнице. Зараз надо шел час вызначить конкретные накерунки взаимовыгодных контактов. Об сфере взаимных интересов можно мерковать по складе делегации гомельчан. На перемогу запросили керунькову мясообмолочной компании «Спартака», а так само акционерного товариства «Гомель Агрокомплект», якое занимается вытворчивостью обсталевания для живелогадовчика комплексу и перепроцовчей голены. Увогу и план конкретных мероприемств до погоднения по супрационнице у гандлево-экономичной, науково-техничной, гуманитарной и культурной сферах был подписан в листопаде минулого года. Но это не значит, что документ не будет докладняться. Почас сустреча у Гомеля баки огучили планы по суместному створению так званого народного и бюджетного комбайна. Стараемся создать комбайн и другие виды продукции, которые были намного дешевле, то, что мы сегодня имеем. И, конечно, вы видите, какая сегодня большая конкуренция между производствами. И выиграет тот, кто будет иметь более дешевую продукцию и мини-тирая качество. Сегодня в правительстве Российской Федерации обсуждается вопрос о том, как включить в нашу российскую программу продукцию Гомсельмаша. И руководство Гомсельмаша было у нас в области, мы встречались, тоже договорились о том, что мы приедем сюда и продолжим вот эту работу. Сегодня Гомская область вельми затекавлена у подширения экономичного супрациониста с Оренбургским регионом. По выниках минулого года взаимный товарооборот скал 170 миллионов долларов, а ли амаль 168 миллионов из их наш импорт у основного нафта и нафтопродукты. Хоть только экономика и контакты областей не обмежуются, что подтверждает включение в программу визиту Республиканского науково-практичного центра родоизведенной медицины и экологии человека. Оренбургская область не потерпела непосредственно от Чарнобырской катастрофы, а ли после ядерных испытыв в 1954 году, такие были проведены на Тотском полигоне, онкологичные захворывания сиротместовых жахаров стали нередкой изъявой. А тому и наши постчарнобырские проблемы тут не успремают всех чужие. Поверьте, мы вместе с вами были, есть и будем до тех пор, пока не сделаем всё для того, чтобы и не поможем тем людям, которые вот там пострадали. Я бы так сказал, можно много говорить, мы все понимаем, о чём мы говорим, мы все понимаем, что этим людям и территориям, которые пострадали, надо помогать. Алексей Чуроу, Валерий Гопанько, телерадио кампания Гомиль.